Я не хочу отношений, нормально ли это? Это очень важный вопрос, я решил сегодня его обсудить. Дело в том, что раньше, в прежние времена, традиционно считалось, что люди должны стремиться к созданию семьи. Семья это был такой основной, практически безальтернативный вариант, какой-то модель жизни. И, ну, в общем-то, оттуда, из тех времен, идет такая идея, что женщина должна быть замужней, потому что не замужняя женщина, это, значит, у нее какие-то проблемы. Как-то вот что-то не так, это не окей. Позже люди стали как-то больше задумываться с развитием общества, что если это, скажем, дисфункциональная семья, то семья, где, предположим, люди больше страдают, чем получают удовольствие, где мужчина, предположим, какое-то насилие проявляет над женщиной, или женщина, там, скажем, предположим, эмоционально холодна по отношению к мужчине, эмоционально холодна по отношению к своим детям. И, в общем-то, в такой ситуации получится, что семья – это большее зло, чем какое-то, условно говоря, одиночество. И вот такая, собственно, ситуация привела к тому, что люди стали задаваться вопросом, а вообще нормально ли, что я не хочу отношений? И как вообще понять, мое нежелание вступать в отношения является моим таким первичным желанием, за которым нужно следовать, либо это следствие каких-то травматических событий, или переживаний, или каких-то искривлений внутри моей души. Сегодня мы это и обсудим. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт-эксперт по отношениям, и сегодня мы говорим о том, нормально ли, если человек не хочет отношений. Если эта тема для вас интересна, ставьте лайк под видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть другие видео на моем канале. Начинаем. Для начала поговорим о травме. Дело в том, что травма, с одной стороны, является источником всего нашего развития, с другой стороны, травмой списана карта нашего психического. То есть, если говорить об отношениях, то бывает так, что человек имеет травматический опыт в прошлом, когда отношения были связаны с удовольствием и страданием. Понимаете, формируется такой мазохистический комплекс, когда с одной стороны есть сближение с другим, вот это вот ощущение близости, это все связано с таким первичным удовольствием, очень таким базовым. С другой стороны, там была боль, скажем, отвержение, предательство, насилие. Ну, то есть, чего-то. И вот происходит такая связка. К сожалению, такие ситуации достаточно чисты, потому что, ну, очень редко бывает так, чтобы опыт был, ну, вот, совершенно такой, знаете, безоблачный. Но если боли было гораздо меньше, чем удовольствие, то это может привести к тому, что человек, в принципе, стремится к тому, чтобы добавлять немного страдания в свои отношения. Наверняка вы знаете таких людей вокруг себя, которые, находясь в отношениях, для них очень важно иногда чуть-чуть там поскандалить, иногда устроить какие-то вот такие игры, чтобы добавить немножко вот той боли, которая, ну, как бы является необходимым условием вообще отношений. Но если боли было гораздо больше, чем удовольствие, то в такой ситуации предотвращение отношений является способом, по сути, предотвращения боли. То есть, нет отношений, значит, у меня ничего не болит. Еще одна важная вещь, которая может приводить к такому развитию событий, это повышенная ранимость, повышенная хрупкость эмоциональная. То есть, может быть так, что когда-то женщина в своих первых отношениях получала очень много тепла, удовольствия, какой-то близости, и там было небольшое количество каких-то разочарований, возможно, какого-то неумелого поведения мужчины, что можно охарактеризовать как такой травматический компонент. Но из-за своей повышенной хрупкости, такой душевной организации, эта боль ценится ей или оценивается ей субъективно гораздо больше, чем то удовольствие, которое она получила. В таком случае это работает таким же образом. То есть, слишком много боли, и любые отношения – это такой как бы сигнал, маячок о предстоящем вот этом непереносимом эмоциональном каком-то страдании. Вот я об этом рассказал, и наверняка каждый из вас, кто так вот как-то склонен к рефлексии, думает и вспоминает в своей жизни какой-то опыт отношений, где были какие-то травматичные события. И это нормально, потому что, я не зря сказал, что травма является источником нашего развития. Так вот, как понять, эта травма, она может повлиять на нежелание иметь отношения, или это просто, ну, как бы, такие краски нашей жизни? Тут очень важно в любом случае через эту травму как бы не продавливать, не перескакивать, то есть не насиловать себя. Ну, грубо говоря, знаете, если сравнивать там с переломом ноги, то когда у человека поломана нога, и он накладывает гипс, он должен все равно ее беречь. Он не должен на нее становиться так, как будто бы вроде бы ничего не происходит. Если вы, размышляя над вопросом, нужны ли мне отношения, хочу ли я отношения, думаете, что, ну, нет, они мне вот как-то не нужны, то это один вопрос. Если же вы задаете себе вопрос, хочу ли я отношения, и тут же у вас возникает какая-то такая острое отражение этой общей идеи, что нет, какие отношения, сколько можно, ни один мужчина, какие-то вот такие категоричности излишние присутствуют в отношении к этому вопросу, то, конечно, это следствие реактивности. То есть вы не то, что не желаете отношений, просто вот это не ваше время, не ваши какие-то потребности, вы остро противитесь самой идее рассмотрения такого сценария. В таком случае, конечно, проще всего покопаться, найти ту травму, которая вот так вот звучит, и разобраться с ней, потому что очень часто бывает так, что вот этот вот, знаете, противоречивый мазокистический комплекс, он представляет, ну, что ли, два радикала в себе. С одной стороны, я очень сильно не хочу отношений, с другой стороны, я также очень сильно хочу этих отношений. И получается, что человек, пока этот комплекс существует в душе, он остается постоянно стабильно неудовлетворенным. Кроме того, бывают такие ситуации, когда девочка родилась в дискомнациональной семье, это такая типичная советская, постсоветская семья, там, где родители, отец и мать ее, они в отношениях находятся таких, ну, в общем, нет там никаких отношений, они просто рядом, потому что их там, так сказать, партия сказала быть вместе, там, по работе. И они, естественно, ну, каждый человек хочет какой-то любви, близости, и они начинают своей дочери рассказывать о том, что, да ты знаешь, вот отношения, это такая тяжелая работа, это столько боли, это постоянный труд. И таким образом, ну, по сути, они транслируют, что, ну, у нас не получилось, ну, у тебя тоже не получится, потому что, ну, иначе тогда придется признать свою ответственность. И девочка растет с ощущением того, что любые отношения, ну, предстоящие, они предполагают очень большую работу, такую просто как на грани с проклятием каким-то, нужно постоянно убирать, отлично готовить, быть очень хорошей компаньонкой, вот как-то работать, там, намекается как-то, что любовницей нужно быть отличной, и вот все эти вещи, все это должно быть просто идеальное, то есть невозможное к реализации. И понятно, что такая перспектива чего угодно, ну, в частности, отношений, она пугает. С другой стороны, естественно, что такие родители, как правило, не способны дать нужной любви и заботы ребенку, ребенок не получает удовольствия и растет с идеей того, что, ну, ладно, сейчас я вот доучусь, а потом будет удовольствие, сейчас я вот, например, там, не знаю, возможно, там выйду замуж, потом будет удовольствие, сейчас я вот, закончится какой-то период страдания, а потом, вот, знаете, такой формируется синдром отложенной жизни. И в такой ситуации молодая женщина думает, с одной стороны, отношения, это же, не дай бог, такая работа, что я, скорее всего, у меня ничего не получится, с другой стороны, а когда же я буду отдыхать, когда же я буду играться, когда я буду получить удовольствие. Поэтому очень важно понимать, какую роль в вашей жизни играют ваши родители, потому что родители играют исключительную роль по умолчанию. А это исключительно положительная или исключительно отрицательная роль, Баланс положительного и отрицательного Это самое сложное для понимания Потому что Не бывает идеальных людей Не бывает исключительно положительных людей Все люди разные И очень важно понимать Что от своих родителей нужно брать в свою жизнь И передавать дальше А что должно умереть вместе с ними Бывает так, что у женщины есть ожидания Такого идеального мужчины Она ищет принца на белом коне И здесь всегда есть вопрос К этому образу идеального партнера Идеального мужчины в данном случае Идеальное это всегда только половина целостности То есть есть идеализация обесцениваний Когда человек ищет кого-то идеального То это что-то такое нереалистично Хорошее, максимально улучшенное Чего, конечно, естественно не бывает Здесь всегда возникает вопрос о том Как этот образ формировался То есть каких мужчин женщина видела Будучи девочкой, будущей девушкой Насколько это были, скажем так Такие объемные, выпуклые образы Потому что если, предположим Девочка росла без отца И мужчин видела только Каких-то ухажеров своей матери Которые представали в таком виде Скажем, на черной машине С цветами в смокинге А вся личная жизнь С возможным каким-то конфликтным фоном Проходила где-то вне ее глаз Потому что мать ее как бы берегла Или, скажем, девочка росла В четырех стенах и выросла на каких-то Примитивных стихах Какой-то прозе Там где все так объясняется Очень, знаете, водевильно То в такой ситуации, конечно, она будет Искать такие же людей И в этой ситуации очень важно понимать Как вот сейчас у вас устроен ваш образ жизни Где вы черпаете примеры поведения разных людей Потому что вот именно для этого Нужно читать качественную литературу Смотреть качественные фильмы Где образы прописаны разносторонне То есть очень выпукло И у человека есть всегда Любая его черта является в одних ситуациях Достоинством в других недостатках Если ты эти вещи понимаешь То тогда тебе потом проще Когда ты видишь реального мужчину Видеть его черты Не с точки зрения Это либо недостаточно идеально Либо это слишком катастрофично А в целостно То есть это такой человек И он мне либо подходит Либо не подходит И здесь уже нужно мне Примеряться и размышлять над этим Бывают такие объективно продиктованные ситуации Когда женщина достаточно независима Как сейчас любят говорить Самодостаточно У нее есть определенные увлечения И круг общения И вот ей хочется такого же мужчину Рядом с собой видеть А вокруг нее таких мужчин нет Нет, потому что она живет В таком, скажем, маленьком городе Нету, потому что она общается В такой среде Ну, по каким-то причинам Понятно, что здесь Тогда нужно просто Еще раз пересмотреть Степень своей независимости И, возможно, ее чуть-чуть поднять Потому что, в принципе В современном мире Найти себе человека по интересам Я сейчас говорю не только об отношениях А в принципе В широком смысле Очень легко То есть Это гораздо намного легче Чем это было раньше Чем это было хотя бы Не знаю 20 лет назад 50 лет назад И тут просто вопрос поиска И здесь мы уже подходим К другой теме Которую в этом видео Я раскрывать не буду Поскольку она у меня раскрыта В других видео И большая Это вопрос поиска Своего счастья В другом человеке Понимаете Дело в том, что Я очень часто сталкиваюсь С такой позицией Что женщина Считает, что она не должна быть Навязчивость И вот эта ненавязчивость Понимается как Какое-то отсутствие Какой-то активной позиции То есть Есть разница между Такой навязчивостью Назойливостью Такой нетактичной Какой-то вот Просто токсичностью И каким-то Ну Активным движением Целенаправленным Навстречу своим потребностям Еще одна ситуация Когда человек не хочет отношений Тоже это чаще женщин Касается Эта ситуация Когда Вот эти Дисфункциональные семьи О которых я говорил У женщин есть такое представление Что если я Вот У меня будут отношения Я там выйду замуж Не дай бог То я предам родителей Потому что Они же там Столько страдали Они же в общем Вся жизнь их страдания И я должна это страдание Как-то их облегчать А если я буду счастлива То как бы Нельзя быть счастливой Потому что Мое счастье Как бы убивает родителей Понимаете Ну Здесь вопрос О дисфункциональных семьях У меня также есть видео На канале На эту тему Смотрите их Там я более подробно Эту тему разбираю Понятно Что здесь необходим Определенный рост То есть Здесь нужна Либо психотерапия Либо бывает так Что Женщина все-таки Находит такого мужчину В отношениях с которым Она просто Опираясь на него В чем-то на него В чем-то на какие-то Свои внутренние вещи Она просто выгребает Из этого болота Из-за такого Засасывания Ее Семьей Обратно В такое В какое-то Регрессивное состояние В конце концов Нужно понимать Что Если в данный момент Вы не хотите Каких-то конкретных отношений То это В принципе нормально Вопросы могут быть Касаемо того Если это Скажем Какая-то Очень жесткая Такая вот Позиция На всю жизнь Или там На Знаете такие Позиции Никогда Навсегда Никто Нигде Такие вот вещи Тогда это Конечно Какая-то Позиция Такая спорная Поскольку Все люди Хотят они этого Или не хотят Находятся в отношениях Мы находимся в отношениях И это Особенность Нашей социализации Наш вид так устроен И вопрос только в том В каких отношениях Вы находитесь Потому что Женщина может Например Думать так Что Мне не нужны отношения С мужчиной Но при этом У нее есть отношения С соседкой С которой они ссорятся Скажем С начальником Который там Ну каким бы он ни был Там начальник Он и есть начальник И еще с какими-то людьми И тут Важно понимать Что все равно Вы не уйдете От выбора Того человека С которым У вас будут те отношения Которые предполагают Ну наибольшую близость Наибольшую возможность Как-то вот Опереться на другого человека Подставить ему Свой плечо Что тоже очень важно И увидеть Ну что ли В его глазах Свои глаза Понимаете Это очень важно Вот это вот такая Взаимная рефлексия И отражение Друг друга В друг друге На этом все Берегите себя И своих близких И до встречи В следующих выпусках